Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов и их описание из книги «Великие музеи мира» Пьер Сесиль Пивидешаван «Аллегория мира, 1867 год, холст масла 108 на 148». Пьер Сесиль Пивидешаван – один из наиболее значительных французских символистов, повлиявших на развитие национальной живописи в стиле арт-нуво. Его искусство пользовалось большим успехом и в России, особенно в кругу Дягилева, и оказало воздействие на творчество художников группы «Мир искусства». Данная картина – уменьшенный вариант более ранней работы на этот же сюжет, написанной в 1861 году из собрания музея Дипиккардии «Амин». Она вместе с аллегорией войны, философийский музей искусства, аллегорией труда и аллегорией отдыха Национальной галереи искусства Вашингтон, составляет серию. Оригинальные полотна украшают парадную лестницу и галереи Аминского музея. Работы Шавана – это стилизация под античность, декоративная и монументальная живкость в духе итальянских мастеров 15-го столетия. В основе данной картины традиционная композиция «Парнас Аполлон» с музами. Она является собой образец неоклассицизма, мужские фигуры, персонификации трудов и изобилия мирного времени, сбора урожая, виноделия и скотоводства. На заднем плане такой же символ мирного существования спортивные состязания или ресталища. На переднем слева – олицетворение войны молодой мужчина. Это намек на античного бога Марса. Сидит в спокойной позе, его доспехи и копье рядом. Охарактеризовал манеру мастера Луначарский, познакомившись с его работами на осеннем салоне 1905 года. Он сказал, первоначально Шаван хотел только создать настоящую декоративную живкость в стиле Джотто и Мазаччи. Серые каменные стенные колонны оскорбляются соседством прихотливых пестрых картин. Фреска необходима должна быть несколько монотонной, ласкать глаз вариациями того же основного цвета, который присущ самому зданию. Линии ее не могут быть свободно-беспорядочными, они не могут определяться самодавлеющим сюжетом картины, как в станковой живописи. Они должны быть широкие, общие и строгие, не противоречивая архитектурным линиям декоратируемого здания. Наконец, позы изображенных лиц не должны быть нервными, не должны выражать порывистые движения, так как архитектура, аккомпанементом которой выступает фресковая живопись, есть по преимуществу искусства величавого покоя. Вот те соображения, которыми определилась техника Пюви Дешавана. Это высказывает Луначарск. Ну вот так вкратце описание работы «Аллегория мира» автор Пьер Сесиль Пюви Дешаван из книги «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok